Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. Сегодня мы с вами вместе узнаем, какие тренды в этом 2018-2019 году в макияже. И при помощи гугла сейчас с вами все узнаем, что в этом сезоне будет модно, а главное, как должна краситься каждая уважающая себя модная чекульчика. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Так, включи себя в дальние публикации, чтобы, ну, в дальнейшем ничего не пропустить, потому что иначе, ну, какой вообще смысл в этой подписке, если ты не видишь мои видео? И подписывайся на мои социальные сети. У меня есть инстаграм, и там я почти удивительно прекрасные фотографии. А еще у меня есть трэбл инстаграм, он, правда, у меня новый, и туда я почти фотографии, которые я делала во время моих путешествий. А вы знаете, что я часто путешествую, даже сейчас я только вернулась. Вчера ночью я пролетела, сегодня я снимаю видео, и уже завтра, то есть сегодня, вы его смотрите. Ставь лайк, если ты поняла, о чем я говорю, потому что я не поняла. И обязательно приходи ко мне в контакт, пиши мне что-нибудь в личку, потому что у меня сейчас открыта личка, и я очень часто с вами общаюсь. И рандомным людям я отвечаю, и мы с вами дружимся, да, давайте дружить. Окей, Гугл. Тональный. Крем 2019-2018. Тренды. Вот несколько картинок по вашему запросу. В этом году очень модная будет бледная кожа, поэтому если у вас бледная кожа, как и у меня, то мы с вами можем радоваться. Также тренды идут на корейскую косметику, на корейскую косметику, хотя, впрочем, тренды на корейскую косметику, знаете, уже идут довольно долго, поэтому я даже не уверена в том, что это новый тренд. Если мы с вами делаем цвет кожи светлее, чем есть на самом деле, нам очень важно не забывать про шею, про уши, и даже про руки, если честно, лучше бы тоже не забывать, особенно если они у вас сильно отличаются. Поэтому я эту отбеливающую базу также нанесу и на мои ладони. База обязательно должна хорошо впитаться, и когда она уже впитается, мы с вами нанесем тональный крем более светлого цвета. Кстати, вы знаете, корейские тренды, они как бы из года в год кочуют в наш с вами европейский трендово-модный мир. И вы знаете, я лично считаю, что это здорово, потому что мне корейская эстетика очень нравится, а вам, кстати, она нравится или нет? О, кстати, хочу рассказать вам про одно любопытное приложение, которое мне кажется очень прикольным. Оно называется Верб. Это соцсеть, в которой вы пишете, что вы делаете сейчас и добавляете фоточку. Вот, например, смотрите. Сейчас я снимаю для вас видос и фоткаю это. А что я делала, например, раньше? Раньше я наносила косметику на лицо. А до этого что я делала? До этого я играла в комп. Ну, до этого умывалась. По-моему, это очень прикольно. За вербы капают баллы, а баллы в свое время складываются в рейтинг. И через какое-то время вы узнаете, чем вы больше всего занимались. И таким образом вы сможете найти себе друзей по интересам и потом с ними общаться. Можно будет потом узнать у них во что поиграть, что почитать, что вообще поделать. Ну и, конечно же, виртуальная дружба вполне себе может перейти еще в какой-то момент, потом даже в реальную. Ну, ссылку вы сможете найти в описании. И обязательно потом напишите, когда найдете себе там друзей, что вы их нашли. Ссылочка на приложение в описании видео. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Так, мы с вами отбелили лицо. Мне кажется, выглядит очень здорово, особенно с этим цветом волос. Мне кажется, прям вообще зашибись выглядит. Что вы думаете? Как вам этот тренд на усветление кожи? А тем временем, пока вы думаете и осознаете, как это вам нравится или не нравится, я предлагаю поехать дальше и, скажем, посмотреть контурирование. Что у нас в этом году с контурингом? Окей, Google. Контурирование 2019. В этом году, значит, у нас с вами появляется тренд на легкий контуринг. В этом году уже не будет какого-то суперактивного контурирования. Задача будет отделить лицо от шеи. И под отделением лица от шеи я не подразумеваю никакого криминала, а? Да, это жестко. Даже цвет контуринга я выбираю не самый темный, а средний. Потому что у нас в этом году деликатное лицо. Кстати, также трендом будет макияж без макияжа. То есть, ну прям реально макияж без макияжа. Кстати, как вам вот такое? Особенно Гуччи, интересно, сделали. Мэ? Монобровь. Мэ? Модно. Мэ? Мелина? После того, как мы закончим с вами делать контуринг, нам обязательно нужно будет посмотреть тренды макияжа глаз. Потому что, если честно, то, что я уже сейчас видела, это просто какой-то шок. Это реально максимальная дичь. Обязательно напиши в комментарии о том, какой элемент макияжа тебе понравился больше всего, а какой понравился меньше всего. Потому что в этом году действительно много людей будет краситься именно так. Ну, модных, современных, молодежных. Фэшн. Понимаете? Фэшн. Окей, гугл. Макияж глаз 2018-2019 тренды. Опа. Вы знаете, это выглядит несколько странно, но, если честно, мне это даже нравится. Я, правда, не представляю, как это будет смотреться на моем лице, но давайте заодно и попробуем. Эти прям ядроные глаза выглядят очень клево. Что думаете? Чтобы повторить такой макияж глаз, я буду использовать плоскую кисть, но предварительно я ее смочу праймером, чтобы наше нанесение было более стойким, более влажным, ну и как бы более неодвым. Слушайте, ну вот если честно, то мне реально нравится. Вы только посмотрите, выглядит это здорово реально. Ну, здорово формата продавщица из 90-х. Ну, это же круто, сейчас же тренд 90-е, да? Так что, по-моему, очень даже подходит. Кстати, я готовлю для вас в будущем к теме о продавщице из 90-х такое видео. Вы реально офигеете. Я придумала такую тему, ее на ютубе никто не повторял. Ну, естественно. Ну, потому что это я придумала. Справедливо. И это будет что-то зашибительно крутое. Я не знаю, когда я выпущу это видео, я постараюсь договориться и сделать его как можно раньше, потому что мне потребуется определенная помощь, и я вам гарантирую, вы офигеете, вы офигеете, что я для вас придумала. Если вы захотите тоже поучаствовать во всем этом, в том, что я придумала, то лучше бы вам подписаться, кстати, на мой инстаграм, потому что, когда все будет готово, я обязательно сделаю там анонс, обязательно поделюсь с вами этим, и, возможно, кто-то из вас даже захочет прийти, поучаствовать, возможно, даже помочь мне в съемках видео, а мне ваша помощь понадобится. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, я уверена, я вас заинтриговала, ссылочка там, да, в описании будет, но вы это и так без меня знаете. Окей, гугл, как накрасить ресницы в 2019 году? Ага, в этом году, ну, то есть в будущем, в осень, зима и так далее по списку, в моде будет цветная тушь. Вы можете выбирать любую тушь на основные цвета, как пишут всякие фешинг-гуру, это голубой и розовый, поэтому для этого специально я и взяла розовую тушь. Вот она. Основа уже у нас черная, исключительно для объема. Как видите, я крашу только концы ресничек. Нижние ресницы тоже красятся. Волосы тоже красятся, как вы видите. Ну, ничего плохого и ничего хорошего я не могу сказать. Мне кажется, просто выглядит прикольно и интересно, и если честно, я даже могу представить, что я куда-то пойду с таким макияжем глаз, ну, например, поесть в Макдональдсе или в магазин за продуктами нормально, да? Вот. Не считая этого маленького момента о том, что мне понравился этот странный макияж, и, скорее всего, теперь я буду так ходить, я предлагаю посмотреть, что же предлагает нам в этом году подводка, потому что я уверена, что подводка тоже нас удивит. Итак, гугл, окей, гугл, подводочка. Нет, подводочка это неправильный запрос. Окей, гугл, подводка 2019. Ого, интересно. Получается, в этом году подводку нам предлагают рисовать на слизистой. Что ж, для такого случая у меня есть карандаш для глаз, но, по-моему, он не водостойкий, потому что я обычно этой штукой не пользовалась. Но не считая того, что мои глаза через 2-3 секунды покраснеют и будут краснющие, потому что мои глаза вообще не воспринимают такие вещи после лазерной коррекции зрения, я думаю, что выглядит это действительно неплохо. Но глаза сейчас точно будут красные, воспаленные, так что я думаю, вам макияж в дальнейшем не особо понравится, но если понравится, то дайте знать. А теперь я предлагаю нам смотреть румяшечки, а потом хойлайта, что самое главное. Итак, давайте посмотрим румяшечки 2019. Окей, гугл, как накрасить брови в 2019 году? Извините, но румяшечки будут после бровей. Лол, ну иди в конкретное. Я не представляю, как это будет смотреться вот с этим вот макияжем. У нас тут такие полу-графичные, полу-пуфистые брови, что весьма интересно, потому что сначала, я так понимаю, мы должны с вами сделать четкую форму, а потом эту четкую форму распуфистать. И для этого, как я понимаю, нужно использовать два средства. Сначала какой-нибудь карандаш или лайнер, а потом уже использовать гель для бровей. Вопрос, который я по традиции просто обязана вам задать. Интересно. Хотя бы один человек, из того, кто сейчас это видео смотрит, вот ему реально понравится этот макияж? Если вам реально понравится, напишите. Только вы не думайте, что вы меня обидите, если вы скажете, что это макияж фу, потому что он довольно-таки странный. И я, в принципе, удивлюсь, если кто-то на самом деле скажет, что я выгляжу с ним красиво. Кончайте, девочки, кончайте со мной, шутите. Окей, гугл, трендовые румяна 2019. В этом сезоне в моде будут розово-персиковые румяна. Они выглядят максимально естественно, дают эффект бэби-фейса, что, собственно, соответствует нашему выбельному цвету кожи и легкому контурингу. Так что, мне кажется, это очень неплохой выбор идей. И, в принципе, должно смотреться достаточно органично. А вообще, знаете, это мой самый любимый цвет румян. Я думаю, вы легко поверите в то, что это один из моих любимых оттенков, учитывая, как мало здесь осталось средства. И теперь самая важная часть. Хайлайтер. Окей, гугл, хайлайтер 2018-2019. Мы используем самый обыкновенный хайлайтер, ни цветной, ни радужный. Ну, по крайней мере, судя по этому фото. Нам достаточно только выделить внутренний уголок глаза, зону над губой и немного под глазами. Хотя, вы знаете, да, обычно под глазами люди не выделяют ничего. Так что, можно считать, что все-таки что-то интересное-то и есть. Окей, гугл, макияж губ в 2019 году. В этом году у нас с вами в моде глянцевый нюд. То есть, мы красим губы в какой-то более-менее повседневный, естественный цвет, но при этом он уже у нас с вами не матовый, не шиммерный, не блестяшечный, а просто глянцевый. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я надеюсь, что кому-то из вас реально понравился этот макияж, и вы что-то возьмете себе на заметку. Ну, а если нет, то надеюсь, что вы хорошо провели время хотя бы. И я очень буду ждать вас в своем инстаграме. Не пропустите анонс будущего моего видео. Жду вас в моем вконтакте и в моем travel инстаграме, если кому это интересно. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!